Читаем чувашские сказки из книги «Дети ветра» Жили были в далекие времена три брата Старшего звали Юхапи, среднего Юскапи, а младшего Юркапи Старшие братья были работящие, но молчаливые Слова лишнего никогда не скажут, поэтому люди считали их умными А младший их та никогда не закрывал, настоящий балагур и весельчак был Что у него на уме было, то и на языке Пуще всего любил он дурачиться над людьми, потешаться И прозвали его за это Юркапи-дурачок Однажды братья поехали в лес дрова на зиму готовить Мать положила ее в белый холчовый мешочек хлеба, картошки, соли, луку Чтобы можно было в лесу обед сварить и поесть посытнее Как добрались пареньки до леса, сразу взялись за работу Валит один дуб за другим, тут же пилят на бревнышки и складывают в телегу Так увлеклись, что не заметили, как наступил вечер В темноте много не наработаешь, пришлось отложить топоры и пилы И тут только они почувствовали, как сильно проголодались Взялись скорее готовить ужин Приладили котелок, собрали для костра хворост и спохватились Спичек-то у них, оказывается, не было, забыли взять Туда заглянули, сюда, все вещи перерыли, но нет, нечем разжечь костер И все тут повздыхали они, погоревали и решили идти искать огонь Первым отправился Юхапи Долго шел он по темному лесу и вдруг увидел могучий старый дуб Дерево высокое, растет до самого неба Юхапи ловко вкарабкался на него и стал смотреть вокруг И увидел, что далеко-далеко, где темнеет край неба, мелькает слабый огонек Юхапи спустился с дуба и направился в ту сторону Долго шел он и, наконец, добрался до небольшого костра Перед огнем сидел Чиге старик Ростом с локоток, а борода длиннющая аж по земле волочится Дедушка, дай огоньку, просит Юхапи Сначала сказку расскажи, спляши да песню спой Вот тогда будет тебе огонек, отвечает Чиге старик Ни сказки рассказывать не умею, ни петь, ни плясать Тогда нет у меня для тебя огня, сказал старик И скрылся из глаз Исчез и костер, словно никогда здесь и не горел Пришлось Юхапи ни с чем возвращаться к братьям Достал черед идти искать огонь среднему брату Юскапи Юскапи направился той же дорогой, по которой шел старший брат И скоро дошел до высокого дуба Забрался Юскапи на него и стал смотреть по сторонам Далеко-далеко, где синеет край неба, он увидел маленький огонек Юскапи торопливо спустился на землю и зашагал в ту сторону Шел-шел и видит, горят на земле сухие ветки А перед огнем сидит Чиге старик и греет руки Недолго думая, Юскапи попросил у него огня Сначала сказку расскажи, спляши, песенку спой, говорит ему старик Нет, не могу, таким делам нас отец с матерью не учили, отрезал Юскапи Коли так, то нет у меня для тебя огня, сказал старик И будто сквозь землю вместе со своим костром провалился Опустил голову Юскапи и ни с чем вернулся обратно Делать нечего, пришлось старшим посылать за огнем Юркапи Ну, братья, прощевайте Не скучайте тут без меня, я скоро вернусь Юркапи весело помахал им и зашагал вглубь леса Напевая во все горло какую-то дурацкую песню Шел-шел Юркапи и дошел до старого дома Залез на него и стал смотреть Видит далеко-далеко, где шинеет край неба, горит костер Юркапи соскочил на землю и быстро помчался в ту сторону Добрался он до костра и видит, перед огнем сидит один одинешенек чаге старик Юркапи поклонился его в пояс, потом заговорил Как поживаешь, дедушка, как твое здоровье? Живу потихоньку, отвечает старик А ты куда путь держишь, мил человек, ищешь ли чего? Дело-то у меня вон какое вышло Дедушка, мы с братьями за дровами приехали, решили к зиме подготовиться Целый день работали, много дров наготовили За работой не заметили, как вечер настал Собрались ужин готовить, доказалось, нечем костер разжечь Забыли мы спички взять, вот и пришел я к тебе огоньку попросил Покажи-ка ты сначала себя, говорит старик Сказку расскажи, спляши, спой, а там поглядим Ведь плясать не больно вас так, а вот сказку расскажу Чур только уговор такой, когда я буду рассказывать, ты сиди тихо, ни слова не говори Коли скажешь хоть одно слово, дашь мне горящую головешку А в придачу заплатишь 100 рублей Старик с довольным видом погладил бороду и кивнул головой Юр Копи начал рассказывать Однажды сел я на вороного коня Заткнул за пояс топор и отправился в лес Долго ли ехал, коротко ли, оглянулся назад Батюшки! У кобылы задних ног, как не бывало Видать, нечаянно топором отрезал Но лошадь знай себе бежит, даром что одни передние ноги остались Я не стал думать, долго думать, повернул назад и помчался обратно искать задние ноги Ехал так ехал, вижу, задние ноги моего коня пасутся в табуне Схватил я их и крепко-накрепко приколотил на прежнее место деревянными гвоздями Снова еду дальше Долго ли ехал, коротко ли, обернулся опять назад, гляжу и глазам своим не верю От дубовых гвоздей взошел маханький дубочек Растет и растет он, до самого неба дорос Недолго думая, взобрался я по нему до самой вершины Передо мной тут же, Настя, распахнулись небесные ворота Сердце заколотилось, вот-вот из груди выскочит Но креплюсь, не хочется страх свой показывать Вошел я, значит, в эти ворота, а за ними гладкая-пригладкая дорога Пошел по ней, смотрю, посреди неба стоит красное дерево А на ветвях его сидит красивая птица В ушах у нее полыхают бриллиантовые сережки На запястьях звенят золотые браслеты На лапке обуты вышитые бисером башмачки Пушистый хвост переливается разноцветными перьями Глаза огнем горят Какая чудная птица, вот бы поймать, думаю я Только протянул руку, чтобы схватить ее Птица шевельнулась и тут же куда-то исчезла Кругом стало так темно, что ничего не видно Хоть глаз выкали Я повернулся и хотел пойти обратно Но ни дороги не вижу, ни своих следов найти не могу Где же небесные ворота? Как их теперь отыскать, гадаю я На мое счастье птица в это время взмахнула крылом и осветила сразу полнеба Оказывается я стою как раз возле ворот Глянул вниз, моего коня и след простыл Что делать, как спуститься на землю Есть тут от чего задуматься, сам понимаешь В этот момент поднялась буря и кинула недалеко от меня охапку соломы Я слил из соломы веревку, один конец ее прикрепил за край неба А другой опустил на землю и начал потихоньку спускаться Долго спускался, наконец добрался до конца веревки Посмотрел вниз, а до земли еще примерно столько же осталось Повис я на конце веревки, ни на землю спуститься не могу Ни обратно на небо взобраться Страшно между небом и землей болтаться Ветер из стороны в сторону качает Долго так висел, и вдруг веревка возьми и оборвись Это оказывается золотая птица встрепенулась Заиграла на солнце своими разноцветными перьями И ворота неба с громким штуком захлопнулись А я сорвался со страшной высоты прямо в море На море собралось видимо невидимо чертей Что это они так суетятся, думаю я Оказывается навоз взялись вывозить Порядок, значит, на море наводят Обрадовались они, когда меня увидели Запрягли дедушка черти твою душу И послали меня вывозить на ней навоз Чиге старик не выдержал и закричал Неправда, моя душа со мной Тогда дай мне горящую головешку И сто рублей денег, напомнил Юркопи Помнишь, уговор у нас с тобой был? Пришлось чиге старику дать Юркопи Горящую головешку и вдобавок заплатить сто рублей Так Юркопи принес братьям и огонь, и свет, и тепло, и радость Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok